здравствуйте коллеги с вами исагов роман компания миров и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим то как закрылась неделя предыдущая что нас ожидает на неделе я предстоящей ну и собственно обсудим ключевые события которые происходят на рынке но прежде чем и начнем не забудьте поставить лайк этому видео если вам нравится вопросы как всегда оставляйте в комментариях а и так фондовый рынок индексы продолжают расти в целом позитив этому дает новый сезон отчетов который стартовал неделю назад и собственно компания отчитываться позитивно а также сейчас мы видим то что инфляционные опасения они снижаются и на этом фоне доходность десятилетних облигаций которая была таким основным инструментом за которым мы следили и могли видеть вот эту динамику она сейчас снижается что также вселяет интерес и уверенность инвесторов уже непосредственно в фондовый рынок ну а каким будет сезон отчетов безусловно мы будем следить и дальше разбирать но вот уже первая первая информация стала поступать на портале facset есть информация по первым отчетам первых компаний до которые читались на текущий момент те компании которые читались они доходность доход на акцию показывают лучше да чем прогнозы на текущий момент то есть на 16 апреля было отчетов 9 9 процентов компаний за индекс s&p 500 отчитались и 81 процент из них превысил ожидания по доходу на акцию собственно здесь мы видим разбивку по секторам и пока конечно технологии health care они полную полностью все отчеты которые были они превысили ожидания но в industrial здесь например есть ряд компаний которые отчитались несколько хуже но в целом динамика на дня позитивная конечно еще сезон отчета впереди но мы уже говорили об этом ранее то что скорее всего тот сезон отчета который будет сейчас он будет значительно лучше и это может стать как раз дополнительным триггером для того чтобы продолжить рост непосредственно фондового рынка что собственно пока сейчас и происходит если брать уже непосредственно прошлую неделю то есть мы видели и новый локальный максимум и по s&p 500 и должность динамика сейчас продолжается десятилетки находятся на уровне 1 и 5 процентов да также еще важно сказать о том что индекс страха а находится на локальных максимум то есть там фактически мы не видим какого-то опасений до который сейчас на рынок могут влиять поэтому в целом в целом динамика сохраняется хорошая и позитивная для как раз продолжение роста фондового рынка на этой неделе сезон отчетов у нас сочетается 72 компании из индекса s&p 500 будут также здесь компания из индекса dow jones сегодня читаются такими на как кока-кола и bm united airlines и много других компаний также начи будут отчитываться сегодня что у нас по календарю по экономическому календарю здесь не так много событий ну понедельник у нас без без какие-то важные события вторник это изменение числа заявок на пособие по безработице меня здесь ожидаются некоторые увеличения по великобритании в среду будут выступления председателя банка англии затем решение банка канады по процентной ставкой скорее всего ставка останется на прежнем уровне как всегда запасы нефти будут выходить ну и пресс-конференция банка канады да также пройдет в среду в четверг это будут данные по европейскому центрального банку решение по процентной ставки собственно здесь тоже пока ожидается что ставка останется на прежнем уровне и пресс-конференции cb также пройдет в четверг ну и закроется неделя у нас различными продажами по великобритании по сша и лагард также выступит в пятницу в на пресс-конференции как раз и cb поэтому за этим тоже обязательно будем следить а теперь что у нас целом происходит по рынкам если мы посмотрим по инструментам евро доллар здесь я для себя рассматривал шорт вот как раз позиция закрылась буквально несколько минут до начала за моей записи в данного видео а что же здесь сейчас происходит ну во-первых да для себя я ожидал пока здесь у нас сохраняется тенденция нисходящая она у нас формируется последние несколько месяцев но мы говорили о том что конечно в любой момент может завершиться и фактически таким уровнем разворота здесь у нас была отметка 120 то есть это локальный максимум которые были во второй половине марта у нас сформированный как раз вблизи этого уровня я для себя шорт как раз и мне открывал но сейчас уже на продолжение как раз мы видели колоссальную волатильность сегодня после открытия рынка мы немного обновили локальный минимум что несколько подтвердило как раз вот данную формацию поэтому здесь я никаких действий с позиции не предпринимал то есть ожидал что дальнейшее движение пойдет также вниз но на буквально за пару часов мы отыграли то водение которое было сегодня закрепились выше максимум которые были сформированы как раз пятницу но и собственно сработал здесь мой стоп-лосс поэтому здесь вероятно что выше отметки 120 евро все-таки может пойти поэтому с текущих уровней да и по текущей ситуации здесь я рассматриваю для себя также уже на вероятность переворот уже непосредственно покупки поэтому вполне вероятно что а цели по 1.22 1.23 1.24 по евро доллару ближайшую пару месяцев могут быть реализованы особенно на фоне как раз роста фондового рынка и падение соответственно американского доллара поэтому этот разворот по американскому доллару сейчас мы видим по паре евро доллар мы говорили о том чтобы данная коррекция может быть не столь сильной да то есть не обязательно то что мы придем там области 1.14 и 1.10 хотя могли туда прийти но вот как раз сейчас имеет смысл перестраиваться уже непосредственно в покупке поэтому здесь я за этим тоже буду следить еще одна позиция которая который открывал пятницу это шорт по паре британский фут американский доллар здесь опять же разворачивалась формация как раз нисходящая открывал по достаточно неплохому уровню но фактически здесь позиция закрылась буквально за пару часов после открытия мы увидели обновление локальных максимум которые были в четверг и сегодня тоже торгуемся выше уже максимальные значения которые были сформированы на прошлой неделе поэтому здесь вероятно продолжение как раз роста по данной данному инструменту также будет сохраняться поэтому перезаход покупки я буду для себя рассматривать если цена сможет удержаться ну закрепиться во первых выше максимум которые были в начале апреля мы увидим коррекцию и вот тогда уже на коррекциях буду также данную валютную пару добирать уже непосредственно в лонг да на текущий момент то есть скорее всего пока вот нисходящий тренд здесь не получает какого-то сильного развития а по паре американский доллар канадский доллар вот здесь все остается в рамках нисходящего тренда мы говорили о том что могли быть попытки на то чтобы закрепиться как раз выше максимум который были сформированы в конце марта но этого не произошло фактически здесь тренд опять не поменялся и обновь увидим продолжение нисходящей формации но здесь уже без меня да из своих позиций которые я заходил в шорт вышел и сейчас ну опять же так же продолжают только не наблюдать но в целом увидим реализацию сценария это движение в область минимальной значения середины марта а и после этого опять же любые коррекции которые будут пока тенденция будет сохраняться в том виде в котором она есть буду для себя рассматривать возможности заходить в шорт я пара американский доллар японская н вот здесь усиливается то нисходящее движение которое было но мы видели что доллар иена крайне крайне сильно как раз отрастала последние пару месяцев то есть уже дошли там до с у с области 100 102 доходили до отметки 110 то есть это порядка восьми фигур и сейчас как раз похоже на то что формируется разворот на как раз формат здесь я для себя рассматриваю возможности покупок если мы удержимся выше минимум которые были сформированы в конце марта но сейчас мы пробиваем данный уровень поэтому скорее все будут рассматривать здесь уже перезаход в шорт то есть жду когда завершится вот это падение а жду коррекционно восходящее движение тогда буду перезаходить уже непосредственно в шорт ну надеюсь что рынок интересный уровень для этого тоже даст а по австралийцу здесь тоже пока мы удержались что называется выше области поддержки которая была сформирована на мини как раз конца марта были попытки проколоть этот уровень ниже него не ушли поэтому здесь я для себя шорты не рассматриваю в отличие от позиции с новозеландцем и тем не менее сейчас стрелять уже вновь продолжает опять торговаться выше мы сегодня видели обновление локальных меню затем возврат наверх что собственно отменяет вот данный нисходящий сценарий поэтому здесь позиции я не открывал но что вероятно здесь имеет смысл рассмотреть это опять же заход на продолжение роста на коррекции которые будут поэтому коррекции которые будут именно на ослабление американская на австралийского доллара против американского доллара буду рассмотреть как заход на продолжение как раз роста по новозеландцу пока у меня остается здесь позиция открыта как раз сегодня я тоже перезаходил сделал попытку еще раз перезайти в эту позицию вполне вероятно что она тоже закроется по стоп-лоссу мы видим дальнейшее продолжение восходящего движения но пока я здесь трогать ничего не буду собственно почему я заходил в шор да тут потому что мы в марте смогли закрепиться ниже отметки 70 90 и собственно так коррекция который была я рассматривал на продолжение как раз нисходящего движения и вот сейчас уже американский доллар вновь усиливать свое падение да то есть рост был там последние пару месяцев и он мог продолжиться на фоне как раз если бы мы увидели коррекцию по фондового рынка но так как мы подошли с тем позитивным к сезону отчетов до который был топ целом пока меня предпосылок для падения фондового рынка то и нет поэтому здесь рост он также может сохраниться но тем не менее пока здесь я эту позицию продолжаю держать заходил я по рынку да вот зашел там буквально час назад в эту позицию а стоп меня стоит за максимум который был 15 марта но посмотрим то есть если здесь вполне верно что еще одну коррекцию мы сможем дать поэтому закрывая сделку я руками не буду буду дожидаться ну или закроется поступлосу или собственно двинемся дальше уже помня нисходящие здесь собственно два варианта золото меня по золоту мы видим здесь продолжение восходящего движения собственно уже золото смогло закрепиться выше максимальной значение которое мы видели на уровне 1756 долларов за тройскую лунцу и меня здесь тоже есть некоторые предпосылки на развитие как раз восходящей формации по данному инструменту а шарты пока здесь имеет смысл держать в голове потому что если фондовый рынок продолжит расти то вероятно распродажи по золоту тоже начнутся и переход перекладка уже в более рисковые активы но вопрос где остановится вот это коррекция давно то есть если мы еще подрастем до отметки 1800 1820 то скорее всего тоже для себя попробую небольшими объемами здесь а заходить и пробовать шарте как раз золото но не сейчас здесь пока сигналов еще нет поэтому здесь просто наблюдаем эту неделю dax опять закрылась крайне позитивно для dax обновили локальный максимум уже сейчас торгуемся по 15468 то есть исторический максимум был сформирован а пятницу собственно здесь рост он усиливается опять же усиливается вероятность коррекции когда который здесь может произойти поэтому коррекции которые будут буду рассматривать себя как возможно перезайти уже непосредственно в покупке но не сейчас опять же сейчас заходить позицию уже поздновато ну и то же самое по снпс снп 500 мы видели локальный максимум дня в пятницу сейчас общая динамика также у нас сохраняется восходящая фьючерс торгуется пока позитивной зоне но ждем сезон отчета вполне верно что сегодня уйти выше отметки 4 200 долларов вполне вероятно то и сможем а не в марке бренд немного остановилась после того роста который было как раз в конце прошлой недели сейчас торгуемся по 66 83 были сегодня некоторые предпосылки именно с точки зрения техники да с точки зрения до часового таймфрейма мы день открыли ниже минимумов которые были сформированы как раз пятницу вполне вероятно что а новый виток развития как раз коррекции да вот коррекционного движения по нефтебарке бренд здесь мы вполне вероятно увидим и а дальнейшее движение на 64 на 63 пока вот такой сценарий я рассматриваю но если мы конечно увидим уход выше отметки 67 43 то есть максимум который был сформирован в пятницу то тогда не вероятно еще сможем подрасти но пока сценарий именно на нисходящее движение я больше для себя рассматриваю а долл джонса локальный максимум в пятницу собственно здесь тоже продолжается восходящее движение по индексу nasdaq а также мы в пятницу обновили локальный максимум собственно все все находится на локальных максимум все находится позитиве в зеленой зоне и собственно рынок также продолжает расти но как мы с вами обсуждали инфляционные опасения да то есть риск инфляции он сейчас становится крайне опасными в этом вопросе тоже нужно разобраться завтра у нас проедет вебинар с моим коллегой флодом расуловым где мы будем как раз досконально разбирать этот вопрос разбираться в том как это может повлиять на рынок зачем нужно следить и как вообще держать фокусе эту фокусе внимания эту ситуацию поэтому приходите на вебинар ссылка на регистрацию в описании к этому видео ну а на сегодня это все всем желаю хорошей торговой недели не забудьте поставить лайк если вам понравилось видео вопросы оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся в среду и продолжим смотреть что происходит на рынке и на что важно обращать внимание всем спасибо за внимание и до свидания